Девушки отдыхают Оружие, меха, наркотики Оружие, меха, наркотики Добрый день! Оружие, меха, наркотики Вы со мной разговариваете? С вами Слушаю вас Оружие, меха, наркотики Что? Оружие, меха, наркотики Есть? Оружие, меха, наркотики А, спасибо! Мне не нужно Я не предлагаю Я спрашиваю У вас есть Оружие, меха, наркотики? А, извините Я не сразу понял Тупой немного Ну-ну Теперь поняли? Да Думаю Что он заладил Оружие, меха, наркотики Предлагает, что ли? А это вы спрашиваете У меня есть оружие, меха, наркотики? Правильно? Правильно Ну вот Вам нужно Что мне нужно? Оружие, меха, наркотики Ну вы у меня спрашиваете У меня есть оружие, меха, наркотики? Правильно? Вам нужно Это я вас спрашиваю У вас есть оружие, меха, наркотики? Да Что да? Ну вы спрашиваете У меня есть оружие, меха, наркотики? Вам нужно? Так Мне не нужно А Кабл нужно? Не знаю Так Я вас спрашиваю У вас есть оружие, меха, наркотики? Спасибо Мне не нужно Я сперва не понял Думаю Предлагает, что ли? Потом думаю Нет Не похоже, что бы предлагал Тогда думаю Что он спрашивает Оружие, меха, наркотики? Так Что у вас в чемодане? Говорите громче Что у вас в чемодане? Где? Вот в этом чемодане Что у вас? В этом? В этом чемодане у вас что? Что? А что вы имеете в виду? Я имею в виду Что у вас здесь В этом чемодане? Хм Не говорите со мной Загадками Да какими загадками? Я вас спрашиваю Что у вас здесь В этом чемодане? Оружие, меха, наркотики Да я не об этом Я спрашиваю Что у вас в чемодане? Не понял Тупой? Похоже Я вас спрашиваю Что у вас в этом чемодане Оружие, меха, наркотики Ну бывают такие Ну Я вас спрашиваю У вас есть оружие, меха, наркотики? Спасибо, мне не нужно Добрый день Не понял Так, тихо, все, спокойно Это бывает Значит так, пойдете прямо Увидите дверь Там написано выход Вот И что? И Выходить И Всего вам доброго И Я надеюсь Мы никогда больше с вами не увидимся Все? Эту дверь? Да Где выход? Да Где выход Там выходить Где вход Там входить Где зеленый свет Там можно Где красный Нельзя Где уйти Там не заплывать Где злая собака Там опасно Где череп с костями Туда не вылезать Где женщина с ребенком Там нельзя А без ребенка Нельзя А на зеленый свет Нельзя Ну вот Вы объяснили Я все понял До буйка До буйка можно А если сразу И зеленый И красный А? Где? На буйке На каком? Там не Женщина с ребенком Нельзя Почему? Может укусить Ребенок? Нет Женщина? Да Ну вот вы объяснили Я все понял Очень хорошо Идите Показать что в чемодане Не надо Оружие Меха Наркотики Я знаю Вам не нужно? У меня есть Что еще? Ничего Выход Где? Идите за мной Тяжелое оружие Меха Наркотики Я знаю Тяжелое оружие Ему тоже не надо О может кому-нибудь В Юрбале надо Оружие Михаил Гудмонин What can I do for you? А yes How much Таки вы из России Дорогой друг Для вас сегодня Потрясающие скидки Спасибо Как бывшему Соотечественнику Адам Любую вещь Практически дару Спасибо Скажите А как вы узнали Что я русский? Вы хотите честный ответ Или чтобы вам было Немножко приятно Ну конечно честный Вы знаете Только русские На Гудмонин Отвечают Yes Я вам говорю Серьезно? Да Я еще никогда Не был так серьезен Вы знаете Этот идиотский кризис Скоро вообще Разучит евреев улыбаться А что У вас здесь тоже ощущается? Еще как Мне вообще кажется Что Единственная страна В мире Которая кризис По барабану Это Москва Вы хотели сказать Россия? Нет Я что хотел То и сказал Москва это Москва А Россия это Россия Ах Подожди 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 Что кое-кто Очень неплохо погулял Денег вбухано Даже больше Чем вбухал Мой сосед Мойша Свадьбу Своей Переспелой Дочери А как вам результат? Как? Дочка таки попала В хорошие руки Да нет Подождите Я про евроидни Спрашиваю Что закономерно Победил фейерверк Да Косевая А вы сами-то за кого болели? Да там без вариантов За нашего Ох так и я за нашего Слушайте А ваш это который? Да конечно же Саша Рыбак Минуточку Я тоже за него болел Но только он ведь не ваш А наш русский Кто же спорит? Но с какого перепугу Наш мальчик из Норвегии Вдруг стал вашим? То есть То есть как это стал? Он и был нашим? Хорошо По каким таким признакам? Да по всем По рождению По видению По одежде наконец По одежде говорите? Это По белой рубашечке Чёрной жилеточке Вы мне не делайте смешно Чистый Аккуратный мальчик У белой рубашечки Чёрной жилеточки Со скрипочкой И вдруг не наш Да конечно не ваш Да у него Белорусские корни Папа, мама Значит он наш Потому что русский и белорусский Это практически одно и то же Так кто же спорит? Но Запомните сами И передайте всем своим Только у еврейской мамы Есть столько терпения Что сыну уже 23 года А он продолжает играть На скрипочке Что я вам говорю Слушайте Вы Что-то я не Ну а А вы смысл Как он по русски говорит? Как на родном Так это что таки дома? А что нет? Так я вам скажу Лучше всех Разговаривает по русски кто? Кто? Правильно Михаил Михайлович Жванецкий Ваш президент Я сам дал ему за это Недавно Роскошный орден Подождите Да рыбак в Норвегии живет Всю жизнь Какой он ваш? Это кто же спорит? Кто же спорит? Но На южном берегу Северного Ледовитого океана Мерзнет во льдах Столица Чукотки Города НАТО Вот уже 20 лет Беня Гольфштейн Заведует культурой И торгует Боржовыми клыками Он тут недавно был Навестит родителей Я ее увидел Близко как вас Да при чем здесь ваш Беня? А при том Что за 20 лет жизни На севере У Бени пробилась лысина Побелели пейсы Увеличился шнобель Но он так же стал похож на Чукчу Как я на Мерлин Монро Это вы к чему вообще? А к тому что можешь хоть всю жизнь Прожить в Норвегии Или прости господи У в Африке И не стать от этого Ни норвейстом Ни негром Вас послушать? Так Дима Билан тоже ваш Ни в коем случае Ну хоть и Ни в коем Но Вы знаете У в Америке Есть такой известный певец Боб Дилан Он у них такой же известный Как у вас Русский певец Розенбаум Ну и что это Дилан? Вы слушайте сюда Я прочитал в одной Очень уважаемой мной газете Что Боб На все 300% Наш Чтобы он был здоров А теперь подумайте сами Если Дилан Я что-то не понимаю Вы что действительно Отправили смс За вот этого Вашего кандидата? Ох Кстати хорошо Что напомнили Эм Я прошу прощения Можно у вас Отложить ваш телефон Я свой дом Забыл на кухне Пожалуйста Только поздно Уже все закончилось Вы знаете Молодой человек Для хорошего дела Никогда ничего не поздно Подождите Куда тут нажимать? Ну вот сюда Вот пишите номер Вот дальше текст А потом вот эту пимпочку нажимать Слушайте Что вы меня учите Как работать с телефоном? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та О! Так и полетело Размейте Голосование закончилось Три месяца назад Да что у меня ваше голосование? Я своей жене Постал мессич Что буду скоро на обед? Ну собак А я уже думал Вы действительно в Норвегию Поздравление послали Нет Вы знаете Сейчас не время В Норвегии сейчас траур Здравствуйте Какой траур? Там праздник целый год Это у мальчика праздник А у их правительства траур Ну сами подумайте Где им взять столько денег Чтобы у них получилось не хуже Чем у вас в Москве Найду их где-нибудь Они же там чем-то занимаются Ксенгу ловят Рыба моя дорогая Нету у моря столько семги Чтобы устраивать такой фейервер Да Так что вам предложить Дорогой мой друг Спасибо Ничего не надо Я пойду Вот такие Что вот такие Вот такие слезы покатятся у ваших друзей От зависти Когда они увидят Какую изумительную вещь Он дал вам За даром Да нет Не надо мне Спасибо Я говорю Идите сюда И будете помнить всю жизнь Мою доброту Да не надо мне ничего Я говорю Я же все равно вам отдам Все нормально? Слушай Я тут распинаюсь Ты молчишь У тебя все нормально? Да Я говорю У тебя ничего не случалось? Один я остался Господи С вашей что? Когда? Вчера Без пятнадцати десять Боже мой Такая чудесная женщина Это удивительная Удивительная женщина Бывало Придешь в пять утра Весь в грязи В губной помаде Она Пыль с тебя сдувает Пыль Всегда улыбчивая такая Ты Во сне улыбалась Во сне Я даже Пугался иногда А вежливая такая Ты На чем ты говоришь Сначала Вора в дом пропустит Потом Сама зайдет Я помню Как-то Мы под утро Целой компанией Завалили к вам И я Вазу Дорогую Старинную Ее любимую В дребезги Вот веришь Год прошел Не могу себе простить Два года Прошло Да нет В том году В том году Ты серви С чайной Грохнул Китайский Да ее Любимый И она Ни слова Не сказала Ни слова Она сказала К счастью К счастью Да Она сказала К счастью Да А какая Аккуратная была Ты Чем Ты говоришь Ночью Сходишь Сходишь В туалет Приходишь Постель Убрана Ну крепись Крепись Время все лечит И все Да все Помню Как-то раз пришел Глаз подбит Какой Оба Один раз так было Ну почему Много раз Но один раз пришел Глаз подбит Она целую ночь Мне компрессы делала Глаз не сомкнула Да Своей не закрывала Чтобы Мои Открылись Грубого слова Никто от нее не слышал Никогда Никто Никогда Не слышал Бывало Сидеть на кухне Плачет Плачет Но ни одного Грубого слова Нет Помню Приболела Как-то Кашела сильно Воспаление легких Почти не вставала А мы сидим В комнате Прокурили Шуб Гам Гармошка Тут собака лает Виск Сквозняк Она заходит Говорит Может вам Кофе Сделать Как сейчас Помню В белом халатике В синем Да не В белом В белом Это когда ее сердце Прихватило Главное Тихо так вошла Да Никто не услышал Как мышь Как кто Как мышь Все делала Тихо Я Бывала Ищу ее Ищу По квартире Да что там Говорить Редкая Редчайшая Женщина Да Какие слова Последние были Слова Последние слова Были Пошел ты к черту Собрала вещи И ушла Без пятнадцать Без пятнадцати Десять Куда Неизвестно Подожди А почему ушла Том то и дело Что непонятно Предпоследние слова Были Надоели Твои пьянки Гулянки Ну И все И все Подожди Ни с того Ни с сего Взяла и ушла Так Том то и дело Что ни с того Ни с сего Взяла и ушла Это какая то Страшная тайна Ну не надо Не надо Ты надорвешь себе сердце Да Пошли Девчонки ждут Да Пойдем Так пожалуйста Пожалуйста Я прошу тишину в зале Я понимаю Все устали Двадцать восьмое дело Сегодня мы продолжаем Наше судебное заседание Откройте пожалуйста Дело номер двадцать шесть Слушается дело Об иске гражданки Ага Гражданину Угу Понятно Пригласите пожалуйста Свидетеля Свидетель Проходите пожалуйста Ваша фамилия Имя отчества Здравствуйте Люди Здравствуйте Фамилия Имя отчества Да Я свидетель Я все знаю Все слышу Все помню Прошу этому паразиту Высшую меру Но лучше заменить На пожизненную Прямо через ЗАГС В зале Суда В наручниках Свидетель Ваша фамилия Имя отчества Барматуха Иститца Иститца утверждает Что ответчик Уклоняется От отцовства Отвечаю Как мать Товарищ Зовите меня Ваша честь Как Ваша честь Заметана Ииии Итак Свидетель Ага Вы конкретно Видели Как ответчик Склонял листицу и давай ее склонять ваша ваша шерсть не шерсть а честь как как честь заметана выбирайте выражение когда обращайтесь я еще раз вас спрашиваю вы видели как ответчик склонял истецу близости до видела и горжусь этим вот ответчик утверждает что никогда не видел истецу отечек никогда не видел истецу и наоборот ваша жесть не жесть а честь как как честь извините заметана так как же он гад ее не видел если он ее одновременно склонял два раза при мне а сколько без меня я не знаю а тут как раз анжела пришла принесла не надо про анжелу про магарыч не надо вот ответчик утверждает что не мог одновременно видеть истецу так как там было темно то что вы этого паразита слухой а где а где обычно и одновременно склоняет истец на полном свету с подробностями о которых я хоть зарежье рассказывать не стану это затрагивает нашу женскую честь ваша честь у стихи получились так свидетель а где вы находились в этот момент я но не я же не знаю как вы а я в этот интимный для страны момент находилась рядом если замужем то есть переводила стрелки часов зимнего времени на место и наоборот свидетель значит ставлю вас в известность что суд пока не видит основания для признания ответчиком отцовства подождите как не видит как не видит оба печатки пальцев я бывало говорю истица истица говорю а что это у тебя за оба печатки пальцев подсюда истица говорит это оба печатки конечностей это золочи ответчика руки и ноги на суде пока вот вы пробовали год не мыться так свидетель да давайте снова вспомнила спал аналогичный случай описывается в рекламе ничто ржавчину не берет краткое содержание значит одна женщина моет раковину и материться я про себя вот так смотрю и думаю где-то тебя сучку крашеную саму таскала если у тебя раковина как унитаз на допросе давайте сначала самого-самого-самого-самого перед лицом правосудия самого перба вначале господь бог сотворил у вас шесть минут а тогда я про яблоко пропускать и истица подходит к этому как его ответь ответчику да и говорит а ты мне нравится по-хорошему так знаете ты мне по-хорошему нравится дальше опять же только шесть быстренько от нее в лифт подождите откуда вы знаете про лифт что же я молодая не было я всегда на лифте если работу а если не работал то бывало схватишь гадать ветчика на копки баранки и бегом на шестой этаж пока не передумал дальше а дальше бывало и не передумал и припрёс и трезвый смотришь это чужая дверь горячки в другое парадное заскочила а также было 12 лет я последний раз вас спрашиваю ответчик предлагал истица дружбу дарил цветы ценные цветы потом склонял и ухаживал домой ухаживал домой ваша это дальше 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 ухаживал и все опять склонял хорошо что вы скажете о ребенке а так там же подождите подождите какой мальчик заявление написано девочка да а что же перепутала одежда хачках еще же теперь все же вы у меня мальчик а девочки не отлично девочки у мальчика же так как же сейчас он же ее склонял 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 и склонировал ей мальчика женского рода шестом б классе это первый у нее был мальчик минуточку заявление написано что до этого случая истица была девушкой до какого до этого до была но после этого случая как обрезала что обрезала путь к отступлению подождите свидетель вы утверждаете что до встречи с ответчиком истица была девушкой только да или нет о чем вы говорите а твое истица была такой девушкой такой девушкой родители уже волновались бывало придет физкультура родители бросаются к ней ну а девушка истица говорит пока тихо разве это сейчас школа однажды приходит с уроком кричит ура ура родители спрашивают ну а девушка истица говорит пока нет но есть идея так подождите свидетель последний раз я вас спрашиваю ответчик предлагал истица интим склонял близости ну к сожительству этот течет предлагал истица интим складел к сожительству потом склонял к близости потом просто склонял когда истица была поблизости утверждаете круглая печать мокрая свидетель а вы знаете сколько дают за ложные показания а мне сказали до сложные показания бабки по факту вы знаете сколько суд дает за ложные показания денег и так вы продолжаете утверждать до утверд продолжаю так и запишем но не настаиваю тогда или нет да склонял так и запишем но не очень охотно конкретней конкретно значит ответчик говорит истица истица конкретно склоняю тебя подкачать колесо в машине дальше вот я и дуре это и говорю истица не носишь тариф так низко вылететь не поймаешь то есть вы утверждаете что истица была вызывающе одета да истица была так вызывающе одета так вызывающе как вызывающе вызывающе у любого ответчика желание сделать ее истица короче склонял или нет склонял где он ее склонял на склоне на каком склоне на склоне лет чьих известного исполнителя аркадия укупника при чем здесь укупник мы рассматриваем дело гражданки дзюзкина гражданину дзюзюкина признание отцовства так что ж ты мне ваша мать то есть в смысле ваша честь голову тут два часа оборочил так бы сразу и сказал что одажды дзюзюкин встретил истицу и говорить я известный ответчик предлагаю тебя склонить и наоборот а то вылететь не поймает стоп суд удаляется на убийство гость из дальнего зарубежья диллер немец диллер это фамилия или диагноз это есть украинский фермер иван я ему сейчас продавать свой новый трактор ты готов я теперь готов о давайте же у ваш трактор залезет а а а а а а а а Да... А, не так? Как? Я... Все... Ох... Хм... Юлип... А я потом покажу тебе, да? Садыка! Я потом покажу тебе, да? Смотрите, Юлип... Руль как по маслу идет! Ёки-паки! Педальки вообще не слышно! Вот это машина! А это что? А это есть кондиционер! Кого есть? На, не понимаешь... Приятный воздух! Гуд! Температура воздуха за бортом Плюс 25 В кабине Плюс 17 А кто это со мной только что разговаривает? Это просто мой компьютер! Пожалуйста, у нас есть телекамера Ю! Впереди 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 Пожалуйста Ю! Сколько лампочек! И все мигают! Юка, если же они все поперегоряют! Най-най-най! Может, не... Хотя бы ж хоть что-нибудь знакомое увидеть! Может, дымо... О! А где у вас тут бардачок, а? Вас? Да не вас! А бардачок! Не понимаешь? Вот тупо Германия, ну... Бардачок! О, бар! Да, ласкательно! Бардачок! 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 О! Павло! Это на сусидский фермер идет! Я? Павло! Приходь до меня! Я тебе баром угощу! Да не даром, а баром халявшик понравилось! Что-что? Шморгалка? Будь спот, тут все есть! Бебе? Я как раз у вас хотел спросить... А? А какая ж тут шморгалка? А? 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 Да шо вы ко мне, не мене! Не мене! А шморгалка! А? Ну чем заводы? Ну дир-дир! Чем заводы? Дир-дир! 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 Это кнопка! Нажимай! Ага! Гуд? Шо гуд? А? 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 Гуд? Шо гуд? Боже, испортился! А? 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 Заворачивай! Заворачивай! А? 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 А! А? Знаешь человек, привык видеть столько лампочек только на Новый год, и то через одну, а вот шморгалку каждый день. День Данилея, я извиняюсь. Что? Что есть шморгалка? Шморгалка? Ну как могу объяснить? Ну это как... Ну поверозочка такая, наматываешь на магнет, и какие... О, он мой, трактор я тебе покатаю. Пойдем, пойдем. Это есть... Что? Это есть стальной конь марки Б. Полностью Бералуз. О, шморгалка. Тот самый шморгалка? Сделано инью СССР. Заводим так, техника на грани фантастики. Иди сюда. Смотри, магнета. Или шномоты какие... Смотри. Вовик, сколько раз тебе говорил хряпалку приварить? 25 килограмм человеку на пальчик. То мама со своими поросятами, то ты с хряпалкой. Зильно забомбедила. Ничего, Вовик, ничего. Продолжаем обучаться. Я-я-я, смотрите, смотрите, не бойтесь. Опа, магнета. Да-я-я... И как... Ех! А-а-а... Сразу видно, что машина работает! Залазь в середину, не бойся, воно не заразно. Залазь. Зрозуми то, что мы едем, а не сарайчик. Летят перелетные птицы. Ну как нравится? Край, не нравится, мне есть плохо. Эх, камрад, а кому сейчас хорошо, устанавливаем. Не устанавливается. Но это, как вы говорите, немцы, нам похит не коху. У нас все продумано. Доезжаем до того бетонного столба. Убираемся по парам и стоим. Добрый вечер. Спасибо. Мы вам этого никогда не забудем. Мы сейчас с вами живем в очень интересное время, правда? Жизнь с каждым днем становится все быстрее и быстрее, уже язык не успевает. Пока вы говорите, что наше общество с ограниченной ответственностью имеет честь предложить вам. Конкуренты тебя уже обошли, зашли с боков и стучат своими ложками об твою миску. Надо сокращаться. Так и сокращаться уже некуда, уже сократили все, что могли. Смотрите, ЗАО, СП, СВЧ, ПМЖ, НДС, СГД. Меняю БМВ на БМП, можно БУ. На столбе объявление ПП-68 и ВО и НП. Шифровка. Штирли с голову сломает. Мюллеру. А у нас любой пацан понимает, что ПП-68 и ВО и НП, значит, пожилая пенсионерка, 68 лет, ищет высокооплачиваемую работу. Интим не предлагать. Вот представьте себе такую ситуацию. Приехал кто-то из Украины в Москву, да? Первым делом куда? На рынок. Конечно. На Рижский. Здравствуйте. Скажите, это сколько у вас СЭ? Это СЭ-55УЕ. СЭ-СЭ? ППУЕ. Я извиняюсь. За вот эту вот Г. ППУЕ. За вот эту прекрасную В. ППУЕ. Хорошо. Торг У. У. Но не Ж. А что это на базаре торг не Ж? А потому что все равно Б, ППУЕ. Так. На ТОВИ 15. И ПОРЕ. Глянь мне в Г. Я похож на И. И. Очень похож. УКРАИНСКИМИ. Г. 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 ТОБИ. Г. 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 Загаз Д, засвет Д, врачок, а на мене бензин, ё пересетэ, блин. То у нас тоже Х. Слушай, бери её Д. Да ты что? Вот эту вот дорогую вещь Д? Для хорошего человека никакого Г, ни Х. Приходите, приходите, мой доченька, не усаживайтесь, не усаживайтесь. Спасибо. Дело в том... Я слышу вас, слышу. Дело в том, что я хочу сняться. Моя доченька реально будет сфотографироваться. Сняться. Ну конечно, можно и так. Нет, ну можно и сфотографироваться. Хорошо, скажите, у нас фотография высшего язряда. Какой снимок вы хотите? Дело в том, что я хочу жениться. Мы поздравляем вас. А моя будущая девушка меня ещё не видела. Что вы говорите? А я хочу ей послать фотографию, ей понравится. Очень хорошо, вы пришли по адресу, мы вам сделаем великолепный поэт. И так, я слышу, какой снимок вы хотите? Знаете, я вот хотел бы быть похожим на киноартиста. Хорошо. Нашего киноартиста российского кино. Хорошо. Такой красивый он. Как же? О! Да, Фредди Крюгера. Из кинофильма «Не родись красивой». Ну хорошо, мы же раздевим, как на рекламу. Хорошо, интересно. Хорошо, внимание, молодой человек, приготовились. Не дышать. Стоп. Да? Молодой человек. Да-да. А что у вас с яйцом? У вас всё нормально с яйцом? А-а-а, это ведь, да, нормально, вы не обращайте внимания, это у меня наследственная бабушка, дедушка, папа, мама и друг. Но вы понимаете, что на фотографии тоже можете поучиться, что это вот такое? Нет, нет, я должен быть только красивым. Ну тогда успокойте яйцо, и всё будет понятно. Внимание. Приготовились. Не дышать. Сейчас отсюда выедете. Так, стоп. Да? Моя доча. Да? Но вам же нужно уебнуться. Ну что вы так смотрите на меня? Извините, но я уже деньги заплатил. Но я тоже, как вам не стыдно, что вы имеете, как вы мне, я имею в виду уебку. Как вам не стыдно, то что вы. Интересно. А, я что? А вы смотрите так, как будто сейчас отсюда выйдет не птичка, а топой. Понимаете? Да ничего, Язик. Внимание. Приготовились. Не дышать. Так, стоп. Да? А ну попьём и уебнись. То есть, по-твоему, это уебка, да? Да. Посмотри на меня внимательно. Вот уебка. Понимаешь? А вот это у тебя гемаса. У меня? Хорошо, я. У тебя. Внимание. Приготовились. Не дышать. Пашья уебка. Стоп. Тебя как зовут? Татьяна. Николай. Петя. 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 Сеня. Гниша. Пашюсин. О, скажи мне. Ты можешь сказать чиз? Могу. Да, ну скажи чиз. Чиз. Еще раз чиз. 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 Петя, давай я тебя очень бешу. Давай так, я тебе дам командачка, но ты скажешь чиз. Вот я тебя щекну и иди уже к своей девушке. Поняли, да? Внимание. Приготовились. Не дышать. Ну. Забыл. Что ты забыл? Чиз. Как можно забыть чиз? Ну так и забыл. Ну как ты забыл чиз? А я не знаю, чиз зашел, вышел, ушел, пришел опять. Ну так что тебе не понятно, почему ты забыл чиз? Я не знаю, почему ты. Что ты не знаешь? Ты знаешь, что такое чиз? Да что такое чиз? Петя, Витя, Сеня, Гниша, Таня. Чиз это сынь, понимаешь? Обыкновенный пьястой сынь. Да. Вспомнишь сын и скажешь чизн. Хорошо. Внимание. Извините, а какой именно сыр я должен вспомнить? Да какой захочет, блин, такой вспомнишь. Внимание. Приготовились. Не дышать. Давай. Поксиконский. Сам ты, Поксиконский, гнидин. Так, а ну иди сюда. Что такое? Иди сюда. Что? Вот, посмотри на идиота. Никого не вижу. О, а где он? Кто? О, этот идиот. А, смотри. А, ты же идиота. Так это ты. Я? Нет. Там, там кто-то, я его где-то видел. Слушай, спожди, я не знаю. Почему? Потому что вы фотографировать не умеете. Я фотографировать не умею? Это я не умею? Потому что ты свою моду... Это моя собственная парикмахерская. Это не я. Дай в пешке, я тебе ее сожгу. Потому что ты свою моду. Ты не будешь... 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 Мы не выговариваем. Мой этой феникьюги... Как живы? Алло. Дорогенерал. Хочу тебе доложить. Обнаружено шесть необопознанных трупов. Так точно. Огнестрельный, товарищ генерал. На улице перехвата. Шо-шо? Свидетели? Да шо вы, какие свидетели, шо вы. Гроза, ночь, гроза ужасная. Все наши спали. Шо-шо? Конечно, так точно. Так точно. Вознаграждение объявили. Нет, никак нет, товарищ генерал, пока никто не объявлялся. Нет. Есть доклады отлично? Есть. Всего доброго. Даже взятых свидетелей. Я извиняюсь. Касса уже работает? Какая касса? Ну, мне получить вознаграждение за убийство. Какое убийство? На улице перехвата. Работайте. Погодите. Вы шо, свидетель этой трагедии? Таня, я свидетель этой трагедии. Проходите, садитесь, присаживайтесь. Так, 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 чай, кофе? Нет, спасибо. С утра только пивко. Ну, это потом, это потом. Хорошо. Так, ну, давайте, рассказывай. Ага, еду я сейчас в автобусе. В автобусе. Сейчас в автобусе. Смотрю, сосед газету читает. Так. А там, значит, фиолетово по черному. Так. Значит, хорошее вознаграждение. Я сразу заскочил и к вам. Это вы молодец, это вы молодец. Давайте по порядку. Значит, вы живете на улице перехвата? Ага, я? Вы. Да. Паспорт? Ага, паспорт. Ага. Так. Погодите. Ага. Вы же прописаны на другом конце города. Я? Вы. Ага. Да. Ага, живу на улице перехвата. И женщина рядом одной живу. А, я понимаю, да. А она там прописана. Да, держите. Ага, может у нее нету, есть кто? Она не знает. И так, приступим. Так? Пожалуйста, значит, давайте. В этот день вы пришли домой. И что? Дальше со всеми подробностями. В этот день мы пришли домой. Так. Значит, сейчас открываю дверь. Так. А там такие подробности. Так. Значит, поляра накрыться на твоих. Значит, запотевший пузырек натахал в новом плане. Ну, можно пропустить. Да, правильно, думаю, можно и пропустить. Ну, пропустил греба в стул. Смотрю. Так. За та говно в оплачнике. Вы это уже говорили. Да. Нет, она переоделась. Так. Вот. Смотрю. Так. Что такое? Что такое? Оплачника просвечиваю. Это не важно. Не скажите. Товарищ мой дорогой. Дорогой мой товарищ. Значит, давайте. Значит, дальше, пожалуйста. Как события дальше развивались? Только я прошу вас. Только самое главное. Самое главное. Ну, как? Ну, сели на совку, сели на совку, сели на совку смотреть. Так. А значит, смотри. Так. И самое главное. Так. Меня локти пкать. Да больно так. Я говорю, ты чего? А, ну, ты чего? Опять как? Да. Заигрывай. Ну, я понимаю. Так. Товарищ, пожалуйста. Мелкие подробности пропускайте. Мелкие пропускайте. Пропускайте, да. Восемь легли. Так. Дальше. Мелкие подробности. Пропускайте. Мужа у нее нет. Ага, я понял. Дальше. Дальше. Опять. Мелкие подробности. А, ну, да. Ну, что? Слышу в девять часов. Так, в девять часов. Что такое? В девять часов. Звук какой-то нечеловеческий. Так. От окна. А, от окна. И ноги пакли, как бахнет, как сверканет. Ёлыпа. Так. Глаза б шо им не ве. Шо там? Не может быть. Не может быть. Шо там? Ночь. Я вступил. Началась гроза. Но что интересно? Значит, в одиннадцать часов. Шо в одиннадцать часов? Как она мне локтем как сдаст? Мелкая подробность. Пропускает. Мужа у нее нет. Выстрелы были? Какие выстрелы? Убили шесть человек. Да вы что? В одиннадцать часов. Так, идите с Богом, я прошу вас. Идите, ради Бога, с Богом отсюда. Но что интересно, в двенадцать часов? Шо в двенадцать часов? Слышу, вроде как стреляют. Стреляют, так? Так, так, так. Стреляли совсем рядом, да? Да прямо над угом, так. Ёлы-ка. Выстрелы, так? Да. Сколько выстрелов? Значит, сейчас, дорогой. Пять, семь, восемь, десять, двенадцать. Двенадцать. Шесть. Шесть выстрелов? Шесть выстрелов. Я Натаге говорю, Натага, слышишь, вроде же стреляют. Да. Натага, слушала, слушала. Слушала, слушала. И локтем как? Мелкие подробности. Пропускай. Да там шесть трупов вообще, вы знаете об этом? Дальше что было? Ага, дальше. Дальше даже джонки падали. Думаю, ну что ж такое случилось? Думаю, надо выйти ж посмотреть. Так, куда выйти? Ну, на балкон. На балкон, так. Смотрю. Что такое? Что такое? Не может быть. Не может быть. Глазам своим не верю. Не поверил глазам второй раз. Что там? Шесть трупов. Трупов шесть. Товарищ дорогой полиции, значит, увидели шесть трупов, так? Спрашивается вопрос очень важный. Так. С места преступления никто не убегал. Убегали. Нет. Не убегал никто. Все шесть трупов лежали в алфавитном порядке. И... Что? И... Все. А вот я хотел спросить, с вознаграждения налог беру? Да с вас не возьму, товарищ дорогой. Еще один очень важный вопрос. Так. Скажите мне, пожалуйста. Рядом из живых никого не было. Не было. Были. Не убегал никто. Но живые были. Так что ж вы о главном-то молчите, дорогой вы мой человек? Судар, то купи его. Да, сейчас пойдем, сейчас. Значит, вы чувствуете кто-то рядом из живых? Да, чувствую кто-то рядом из живых. Так. С одной стороны, так вот, вот так все, вот шесть трупов. Так. А с другой кто-то шевелит. То есть подает признаки жизни. Да, кто-то у меня за спиной подает признаки жизни. И вдруг... Так. Где? Я плечо, рука. Бэбс! Я поворачиваю. И. И? Кстати, аналог не вышел. Да не вышел, да ведь вы поворачиваетесь, и... Поворачиваю, и. Стоит. С пистолетом. Бэс. Бэс. Хорошо. Эм, одежду можете убысать? Конечно. Бэс. Одежды. Совсем? Нет. Нет. Совсем. И говорит, тебе не холодно. Я говорю, холодно. Ответил, холодно. Она. Пойдем спать. Кто? Она. Натаха. И локтям. Как? Мелкие подробности. Пропускаю. Мужа у нее нет. Все. Все. Мелкие подробности. Ну что, пойдем? За вознаграждением. У нас уже открыто. А потом попивку. А потом попивку. Пойдем. Я тебе сейчас дам. И вознаграждение тебе дам. И поводите, гарни. Я тебе сейчас дам. Я тебе сейчас дам. Ты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok